Благодаря, конечно, такому персоналу, мы спасаем человеческие жизни и деток. Спасибо вам огромное, ваш труд бесценен. Нет слов выразить всю благодарность от всех родителей, от меня лично, от родственников за спасение моего сына. Медперсонал детско-ульяновско-областной клинической больницы спасает жизнь Кирилла во второй раз. У мальчика эпилепсии и сопутствующие заболевания. Раз в год с ним могут случаться судороги, которые переходят в так называемый статус. Кирилла мы знаем с 7 месяцев, сейчас уже ему 13 лет. Случай болезни у Кирилла очень непростой. У него раз в год бывают состояния, которые являются критическими для его здоровья и жизни. У него возникает эпилептический статус, который снимается только в условиях реанимации. Эпилептический статус опасен тем, что на фоне судорог нарастает гипоксия, которая может привести к отеку мозга. Бессрочной интенсивной терапии наступит смерть. Две недели назад у Кирилла случился очередной приступ. Ребенка сначала госпитализировали в детскую городскую больницу, а после привезли в реанимацию областной здравницы. Состояние мальчика было крайне тяжелым. Мы купировали судороги, провели ряд исследований, компьютерную томограмму, УЗИ, биохимические анализы крови. Мы, слава богу, обошлись без искусственной вентиляции легких. Да, он получал кислородную дотацию через маску. Нужно работать достаточно быстро и эффективно. Здесь каждую минуту на счету. В реанимации Кирилл провел сутки. Состояние мальчика стабилизировалось. Юного пациента перевели в неврологическое отделение, где период интенсивной терапии сменился противосудорожным лечением. При переводе к нам мы стараемся ничего агрессивного не назначать ребенку. Ни физиопроцедуры, ни массаж, ни даже ЛФК. Здесь идет только подбор дозы. Медленно, медленно тетруется препарат. Наблюдаем за ребенком, проводим ему неоднократную электроэнцефалографию. Мама Кирилла Ирина Подун еле сдерживает слезы, когда вспоминает все тяжелые приступы сына. Особенно последний. Это была седьмая реанимация по счету. Честно признается, что каждый раз теряется. Но алгоритм вызвать скорую, помочь, держать за руку, быть рядом для женщины, как отчий наш. Это смерти подобное. Это тяжело вынести. Но понимала, что кроме меня никто ему не поможет. Что надо держаться. Справляемся как можно. Не надо унывать, надо идти дальше. Надо жить. Надо помогать своему ребенку адаптироваться в этом мире. Сейчас Кирилл в ремиссии. После 10 дней больницы семья вернулась домой. Скоро они окунутся в привычный ритм жизни. До обеда у нашего героя обычно обучение в коррекционной школе. Кирилл творческий парень. Любит слушать музыку, танцевать, рисовать, лепить из пластилина. Мальчик настолько влюбился в тех, кто спасает его жизнь, что в будущем мечтает стать врачом. У него просто очень много наборов медицинских. Здесь нам подарили и халаты, и маски, и чепчики, и перчатки. И два набора дома. У него есть такой сундучок, как у скорой помощи. Он нас залечил дома. Обследовать юного пациента продолжат и после выписки. Сейчас ему предстоит пройти генетический тест, чтобы выяснить причины эпилепсии. Врачи подозревают, что за болезнью Кирилла скрывается наследственность. Рината Алиулова, Юрий Ломатов. Новости Уллправды ТВ.